Продолжение следует... 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 Присаживайся... Продолжение следует... Забар, он переживает больше, чем мы. Я не беспокоюсь о нем. Меня волнуешь ты. Это все моя вина. Я не совладал с сестрой Ань. Я втянул вас с Нансяу в передрягу. Но это ведь я, а не ты, легкомысленно решил, что Анин... ...мне полностью доверяет. Верно. Она сделала вид, что со всем соглашается, а сама приготовила ловушку и ждала, пока мы в нее попадемся. Я заглупил. Думал, что все эти годы был на особым положении. И что будешь делать? Думаю, нужно внимательно посмотреть контракты Ви-Ави и Винкс, чтобы узнать, есть ли лазейки. Может, надо лететь в Америку? Ничего не предпринимай. Что это значит? Хочешь все так оставить? Даже бар оставишь на Цехао? Мне это не важно. Я хочу быть просто Ши Цзюнь Цзином. Ви-Ави! 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 Ши Юэ! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Эй, а где босс? Я принёс вино, давай выпьем. Присядь. Вино слишком будоражит сердце. У него и так неприятности. Не усложняй ему жизнь. Вот. Давай. Девушки отдыхают. Когда вы планируете выпустить свой продукт на рынок? Примерно через полтора года. Нам ещё предстоит составить смету. КОНЕЦ Ты так же стоял там и долго глядел в окно. С тех пор прошло много лет. До сих пор думаешь, что отсюда прекрасный вид. Прекрасный. Сегодняшний. Лучше, чем тогда. Я думаю так же. Потому что человек, смотрящий на вид. Прежний. Прости, что не доверяла тебе. Но ты же знаешь, когда дело касается тебя, я веду себя неразумно. Мы слишком долго были в разлуке. Чтобы вернуться к началу... Нам нужно пройти много извилистых труп. Сегодня, когда... Ты вывел меня из отеля... Я поняла, что... Ты остался прежним. Прежним Ши Юэ. Готовым на всё ради меня. Конечно, я готов отдать за тебя жизнь. Не хочу твою жизнь. Но всё, что я могу тебе оставить... Это жизнь. Ты можешь отдать мне... Своё сердце. Давай откроем шампанское. То же самое мы сделали, когда впервые сюда пришли. Даже бокалы... Я приготовила те же. Почему не спросишь, из-за чего сегодня вид ещё прекраснее? Скажи. Потому что сегодня... Я должен научиться отступать. Раньше я всегда думал... Что могу потерпеть. Но оказывается, терпеть я не могу. Зато могу оставить всё, что ты мне дала. Это соглашение передачи бара, виноградника и курорта. И машин. Я всё это возвращаю. Когда мы вдвоём оказались в Штатах, у нас ничего не было. Я взял деньги из нашего предприятия и вернул их в страну. Деньги частные, но я считаю, они принадлежат нам обоим. Это не только моё. Это я был тебе должен. Эти предприятия не существовали бы... Без стартовых капиталов. Мне надо было их вернуть... Давным-давно. Но я не сделал этого. Хранил это всё... Но не знаю почему. Нежелание оставить прошлое или же невозможность отказаться от нынешних страстных желаний. Я был слишком труслив и слаб. Теперь я возвращаю всё тебе. Думай об этом как о семилетнем испытательном сроке. Спасибо. Ши-юэ. Подумай хорошенько. Как только вернёшь мне это... Ты останешься без имущества и денег. Когда ты впервые меня встретила, разве что-то было иначе? Ты потратил семь лет своей жизни... Для создания этих предприятий. Стоит ли... Оставлять их? Потратить семь лет жизни на погашение долга... Стоит того. Думаешь, так ты останешься с Нан-Тяо? Она избалованная принцесса, которая привыкла иметь всё. Потребуются деньги для достижения её интересов и стремлений. Сможешь ли ты дать это... Если останешься ни с чем? Ты не сможешь. Надеюсь, мы больше не встретимся. Ты не вернул... Мне моё сердце. Жди меня в ветлечебнице. Сейчас. Он не вернётся. Он не вернётся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВУЧИТ Я заказала еду. Давай поедим. Я не голодна. Ты же ничего не ела. Думаешь, сделано из железа? Ты куда? Ши Юэ попросила встречи. Я же говорила, что он объяснит. Объяснит что? Что это недоразумение? Как бы там ни было, он должен объясниться перед Фьючерап. Алло? Ши Юэ, ублюдок! Где ты сейчас? Сейчас. Иду навстречу с Нан Цяо, чтобы все ей объяснить. Дай мне еще пару минут. Уверен? Да. Хорошо. Так как это моя ошибка и ложь, оставь это мне. Я сам ей скажу. Ой, я не impact. Я не успею как-то встречать. Неateur. Дай мне еще больше, отшう. Нанчао! Пожалуйста, подождите здесь. Анин, ты приказывала кому-то преследовать Нанчао? Так вот, значит, какого ты мнения обо мне? Ты пошёл искать её, как только ушёл отсюда? Ты можешь разобраться со мной. Забери мою жизнь. Я уже говорила, мне не нужна твоя смерть. Ты должен мне кое-что. Я тебе уже всё вернул. Доктор! Доктор, как она? Вы о пациентке? Серьёзных повреждений нет. Просто небольшое сотрясение мозга. Не волнуйтесь, мы её обследуем. Хорошо, спасибо. 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 Девушки отдыхают Сколько времени? Лежи. Доктор сказал, ты должна сутки оставаться под наблюдением. Иначе последствия могут быть серьёзными. Разве ты только что не сказал, что я в порядке? Хочешь пить? Я принесу воды. Когда мотоцикл нёсся на меня, я подумала, что это Ши Юэ оттолкнул меня в сторону. Он попросил меня встретиться с ним в ветлечебнице. Я подумала, что он хочет рассказать мне что-то важное. Цяо! Я знаю, ты хочешь найти Ши Юэ. Но сейчас не стоит этого делать. Появившись на горизонте, Ши Юэ создал Винкс и украл Ви Ай Ви. Ты, Фьючер Ап, сейчас словно мишень. У меня есть подозрение, что это не был несчастный случай. Цяо, сначала приляг. Тебе нужно отдохнуть. Когда врач разрешит, мы вместе пойдём и потребуем объяснений. Хорошо? Отдыхай. Я позвоню твоему отцу и сестре. Не звони папе! Я не хочу, чтобы он переживал. Я просто останусь здесь под наблюдением врачей. Хорошо. Температура нормальная. Попей воды. Музыка. 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 Ты хотел порвать Санни, но она, видимо, этого не хочет. Она уже сделала свой ход. Если так и будешь сближаться с Нан Цяо, ты фактически объявишь ей войну. Неважно, кто из вас победит. Нан Цяо под прицелом. А! Идти одной опасно. Я пойду с тобой. Тебя не было три года. Я прекрасно со всем справлялась. Кроме того, никто не может помочь мне решить проблемы в отношениях. Помоги мне отвезти это домой. Нан Цяо, я должен тебе кое-что сказать. Чан Зян Сюн, я пробыла здесь 24 часа, как ты и просил. Ты мне всё расскажешь, когда я вернусь. Поверь, я могу с этим справиться сама. Почему ты уходишь? Тебя уже выписали? Это всего лишь лёгкое сотрясение мозга, ничего серьёзного. Почему ты здесь? Я хочу вернуть им собак и порвать с ними все отношения раз и навсегда. Я нашла это у собак. Ты ещё хочешь их прочесть? Когда встретил тебя, я поверил в любовь с первого взгляда. Не хочу, чтобы ты выбрала меня только потому, что я что-то для тебя сделал. Я хочу, чтобы ты, зная все мои недостатки, пороки и ошибки, всё равно выбрала меня. Этот мир совсем не добрый. Он довольно жесток. Никто не знает, принесут нам радость или беду люди, которых мы встречаем. Мы не можем выбирать судьбу, но мы можем выбрать людей, которые будут делить её с нами. Покончить с этим не так легко. Куда ты? Весь день пить – это не план. Скажи что-нибудь. Предложи что-нибудь. Если я могу что-то сделать, чтобы тебе стало лучше, скажи. Если счастлив ты, тогда и я счастлив. Не люблю, когда ты такой. Лучший способ защитить её – заставить ненавидеть и бросить меня. Ты сдаёшься? Это просто оправдание труса. Ты сможешь это сделать? Почему бы не оставить ей надежду? Ты сможешь remedивать. Ты квартиру, дорогу. Ты – не только. Ты – не и можно взять, ты и один ингредиент. Ты – не знаешь. Я не знал её. Будь улыбщён? Будь я двумя и лaliaю твою��안 ключевым улыбочку. Я не знаю. Ты – не можешь? Я не заслуживаю такой женщины. Как ты? Просто лёгкое сотрясение мозга. Меня уже выписали. Некоторые вещи лучше не знать, чем знать. Не знать? За последнее время со мной произошло два несчастных случая. Винкс появилась из ниоткуда и стала главным конкурентом Фьючер Ап. Даже обычный друг пришёл бы, чтобы узнать, как у меня дела. Где Шиуэ? Ты знаешь Шиуэ как храброго и прямолинейного человека, или как слабого труса. Несмотря ни на что, разве он не должен выйти и всё мне объяснить? Почему ты молчишь? Где он? Он в безопасности? Он закрылся ото всех. Оно. Он. Он и он. Он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже если ты скажешь, что это часть твоего плана... Даже если ты скажешь, что все это ложь... Позволь тебе сказать... Для меня все было по-настоящему... Ты сказал, что поверил в любовь с первого взгляда, когда встретил меня... Ты сказал, что хочешь, чтобы я знала все твои недостатки и ошибки... И все равно выбрала тебя... Ты сказал, что этот мир недобр... Что он довольно жесток... И никто не знает, принесут ли люди, которых мы встречаем... Удачу или беду... Мы не можем выбирать судьбу... Но мы можем выбрать людей, которые будут идти с нами... Шиуэ... Я не знаю, была ли встреча с тобой моей удачей или личной трагедией... Но я верю в тебя... И в себя я тоже верю... Даже если увижу все твои слабости... Я ни за что от тебя не откажусь... Если ты хочешь расстаться со мной... Может, ты выйдешь... И скажешь об этом, глядя мне в глаза... Все было спланировано... Вот в чем правда... Что ты сказал? Он пришел за деньгами, а теперь уходит... Чтобы получить власть... Это было его планом с самого начала... Именно... Нет смысла принимать всерьез то... Что происходило между нами... Значит... Все с самого первого момента... Нашей встрече было спланировано? Цяо... Пойдем... Пойдем... Уходим... Прислушайся к нему... Уйдешь сейчас... И в следующий раз мы сможем встретиться... С достоинством... Я не уйду... Почему ты упрямишься? Хочу услышать правду... Если услышишь правду... То из обычных бизнес-соперников... Вы превратитесь в шутов в глазах других... Спрашиваю еще раз... Все было спланировано с самого начала? Все говорят, что он это сделал ради своей выгоды... Но только я точно знаю... Что он спланировал абсолютно все... Даже вашу встречу... Он использовал тебя... Чтобы отомстить мне... Я должен был все рассказать, как только увидел его рядом с тобой... Те документы, которые я тебе дал... Бумажки, которые заложили основу FutureUp... Я украл их из учебки... И из-за того, что я натворил... Его с позором отстранили от службы... Его отвергли все... Вот так... Я вонзил нож ему в спину... Можно сказать... Его сердце с каждым днем... Получало все больше ран... Не смей говорить обо мне так, будто все знаешь... Все раны на моем сердце... Давно зажили... А ты... Даже не смей проявлять ко мне жалость... И не чувствуй себя виноватой, когда в ответ захочешь... Выбить землю у меня из-под ног... Разве ты не говорил... Что пока на тебе браслет... Ты не сдашься... Ты не сдашься... Ты не сдашься... Ты не сдашься... ... Имелось в виду, что я не сдамся... Пока я не отомщу... Документ, который попал к тебе в руки... позволил тебе получить внимание общества, в то время как я был откинут на обочину мира. Видеть вас двоих, улыбающихся вместе, было пыткой для меня! Вон! Вали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 После расследования мы выяснили, что она не была замешана в делах мужа После этого Ши Цзюньцин и Анин отправились в Америку А что сейчас? Он до сих пор... Он уже давно этим не занимается Мы хотели восстановить его статус Но он отказался Поэтому ему пришлось сменить имя Ты помогал полиции Ты хороший человек А тебе-то какое дело? Ты знаешь, чем отличается хороший человек от плохого? Деньги, которые вы заработали Не смей говорить со мной о ней Когда все обо мне забыли, она единственная протянула мне руку помощи Ты не такой человек Я же верил тебе Ненавижу, когда люди себя так ведут Из-за того, что ты такой добрый, хороший друг, весь мир должен падать тебе в ноги? Иди, Канин Скажи ей все, давай! Иди и расскажи ей все! Давай! Субтитры создавал DimaTorzok